друзья совершенно неожиданно впервые впервые в нашей жизни я беру интервью оксана лаврентьевой которая достигла больших успехов в трех видах бизнеса сразу ведущий в россии модный бренд терехов крупный центр здоровья красоты которые куда не попасть и где очень дорого белый сад и небольшой ну даже можно сказать средний акционер компании который принадлежит журналы вам всем известных аркс базар космополит энэсквайр и так далее мы будем говорить о том как она докатилась вот до этой жизни да вот я например никогда в жизни ничего не делала сама то есть меня в детстве невозможно было заставить работать то есть я придумывала все что угодно любые отмазки для того чтобы это делал кто-то другой меня работ как раз чудесный случай у меня был шкаф в которой я так вот его открывала щелку что-то засовывала или что-то доставала и каждый день пришла мама открыла шкаф оттуда все вывалилась она гад иди убирай его минуточку смотри шкаф открыла ты он как бы месяцами был в таком состоянии меня все устраивало там все лежало все что нужно доставалось поэтому сейчас это твоя проблема не мая я убирать не сколько лет было лет 7 наверное когда ты уже поняла что сейчас будет возможность какие-то делать предпринимательские проекты скажем так что для тебя было мотиватором все-таки основным кого-то есть но точно для меня было мотиватором всем показать что я не дурочка потому что никто ни один человек в мире не верил что я могу что-то сделать показать кому-то хотелось всем наверное себе в первую очередь я думаю что это случилось потому что я и не собиралась заниматься бизнесом я купила бренд и хотела просто быть владельцем и когда нанятые люди показали свою полную некомпетентность и я увидела что они приносят вред а за то время пока этот бренд уже был в моей собственности ну то есть я как-то начала разбираться что там ратере не то что-то понимать да я в какой-то момент решила что я не могу привлечь в бизнес тех людей которые мне нужны потому что никто не пойдет ко мне из тех кого я могу нанять эти люди некомпетентны и я решила попробовать сама потому что я поняла что даже если каких-то вещей не понимаю я могу нанять людей но видение должно быть только мое были ситуации при которой вся команда была против твоего решения были у меня был финансовый директор его интервьюировал очень дорогой финансист и моя подруга очень большой топ-менеджер он им понравился они сказали вот если мы нанимали себе финансового директора мы бы сами бы наняли бы этого человека через какое-то время мы с ним работали работали и я говорю мне такое ощущение что у нас доведет до банкротства просто если к этому чего ты это взяла я не знаю вот у меня есть такое чувство очень в итоге через там большое сопротивление команды я его увольняю меня просто пришла мой зам увольняться с колокс она я этих эмоциональных решений не могу просто на них смотреть это совершенная глупости то что вы делаете это безумие я ухожу то есть я ее там каким-то невероятным трудом удержала там не объяснила мы наняли другого финансового директора через какое-то время мы выяснили что он не платил какие-то налоги очень долго и не запланировал их оплату на следующий год ну то есть короче говоря если бы это обнаружилось бы в следующем году то мы бы улетели бы просто в какую-то невероятную дыру смотри вначале я вообще не осторожничала я как раз вот делала такие невероятные вещи так отойдешь и на полном ходу останавливаешься пишу все я иду в другую сторону там этому просто забываем теряем вычеркиваем отрезаем пример еще чтобы вычеркнули ну например мы занимались дистрибьюторством французских марок мы открыли магазины заплатили какие-то безумные деньги там у нас были деньги в товар вложены у нас было три магазина открыто и я в один день это прекратила из концентрировалась на терехове и сконцентрировалась на терехове при этом вот те люди которые у меня работали до этого они искали мы делаем французские марки в 4 их это ваша игрушка она никогда не принесет денег никаких поэтому сейчас откроете французские марки чтобы на деньги с дистрибьюции французских марок мог существовать терехов какой-то момент я увидела что это все не работает имеется к ну как мы же столько вложили уже в это мы заплатили какие-то безумные входной взнос в европейский для того чтобы там быть мы сделали это то как мы можем остановиться давайте приложим еще усилий еще вложим деньги и это все таки сделаем скала нет мы это останавливаем и концентрируемся только на терехов и терехов в этом же году вышел в ноль сразу это наверное среди русских марок одна из самых успешных правильно понимаю я думаю она единственная такая с таким оборотом думаю да но если люкс брать у тебя есть еще белый сад если правильно два белых сада как их правильно назвать это спортком это центр красоты здоровья ты клиент сама своего белого сада конечно ежедневный конечно плачу сама платишь всегда а кого-то печи и выедаю всегда кого-то обслуживаешь бесплатно если да у нас есть целая система которую я сама придумала мы обслуживаем всю прессу бесплатно а наш такой вопрос приходит журналист и главный редактор у тебя есть мастер который стрижет постригла стрижка стоит сколько стрижка стоит 5000 5000 не знаю ты из этого уже сколько мастер должна заплатить приблизить не приблизительно могу тебе сказать точно 25 процентов 25 процентов платишь мастер соответственно пришел пришел главный редактор некого журнала постриглась на 5000 я плохо считаю но неважно считает 1200 1200 501250 и должна отдать мастеру а во вред ничего не заплатил да ну то есть мы платим этой собственного ты из собственного кармана платишь мастеру который ему не объяснить что это пиар это важно и так далее но ты не должен ты он приходит на работу и он живет на эти деньги мы когда создавали это место как в чем как раз ноу-хау того что мы сделали это в том что для мастеров не должно быть никаких субботников что не должны быть очень комфортные условия и есть третий бизнес тебя ты если правильно понимаем миноритарный акционер в издательском доме до котором принадлежат такие бренды как esquire cosmopolitan harper's базар что еще там есть грация популярная механика домашний очаг у тебя в команде не знаю три человека три специалиста представим себе занимается в абстрактный бизнес может на свой проецирует все три хороших профессионалов все три достойные никого не хочешь потерять один к тебе приходит и говорит слушайте я от вас получаю тысячи рублей в месяц у меня есть предложение на 2 я хотел бы уйти ты внутри себя понимаешь что он на этих двух даже стоит и наверное ты боишься потерять но есть еще два и справедливости если уж этого удерживать за две тысячи надо этим поднимать до двух тысяч либо отпускать его и не прогибаться что-то будешь делать в этой ситуации что у меня были и такие случаи такие когда я поднимала всем остальным и с людьми приходилось расставаться потому что они не соответствовали этим зарплатам то есть ты поднимала а понимала что люди не ну потом выяснялось что они просто это не равноценная совершенно позиции бывало и такое что я говорил до жизни справедливо товарищи извините но да ты получаешь 50 рублей этот 40 придется смириться мне нравится увольняйтесь вот есть разные этапы на первом этапе ты должен был выстраивать эту команду с каждым человеком иметь очень близкий контакт сейчас я не хочу у меня нет времени и нет возможности иметь с каждым близкий контакт сейчас у меня есть близкий контакт с руководителями этих бизнесов потому что я сама ими не руковожу и когда ко мне люди по старой привычке пытаются прийти рассказать о своих проблемах я ему ребят у вас есть руководитель и вы идите туда они как мы уволимся увольняйтесь то есть тебя не возьмешь на испуг но я вообще считаю что человек не должен бояться никого потерять вот ты должен себя так чувствовать что ты можешь встать и выйти в любой момент и люди должны понимать что они могут выйти сами в любой момент и ты не будет этого не боишься потому что если люди чувствуют что ты боишься они начинают этим манипулировать ну ты знаешь меня прекрасно для меня вообще чего-то бояться да это ужасно то есть я лучше сделаю глупость но не буду ничего бояться поэтому я как бы все знают что я отмороженная я могу сказать встал пошел все но при этом я я всегда своим сотрудникам там я не знаю помогать некие проблемы со здоровьем да я знаю и так далее и тому подобное то есть я максимально о них заботюсь но я не даю собой манипулировать опять-таки у меня творческий бизнес я могу себе позволить гораздо больше чем любой другой человек то есть ни одна бизнес-мумен не может трусах и на быть у себя в соцсети я могу я могу принципе все что угодно потому что у меня такой бизнес который позволяет мне очень много в том числе дружить с моими сотрудниками но я просто очень быстро и разделяю эти вещи то есть как только они начинают улажать по работе я просто в этот же момент забываю что мы друзья слушай ну ты кстати сказал что ты не логистику не касаешься но деньги ты считаешь и насколько я понимаю ты помнишь все эти цифры своих финансовых отчетов ну у меня очень странная история с деньгами то есть у меня спросишь оксана сколько стоит вот это я могу ошибиться на пару миллионов рублей вообще легко даже не заметить но при этом когда мне показывают отчеты я их вот так просматриваю о вот в этом месяце вообще была другая сумма где вы это взяли никуда откуда вы знаете его я помню нет оксана это точно его проверьте они проверяют я оказываюсь права вот представься я не твой муж я просто клиент белого сада хожу 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 раз и у меня случился краткосрочный роман с кем-то из своих сотрудников рассказываю чем сфера салонов красоты славится тем что это маргинальная зона что там прогрессирует воровство процветает воровство всякие порочащие связи секс-клиентами секс-клиентами и так далее тому подобное генеральный директор который там работает абсолютно идеологически отражает мое видение я считаю что это неприемлемо и за любой даже намек на такую вещь чек сразу же будет уволен даже если он переспал с клиентом который приносит тебе большие деньги клиенты за этой девушки туда ходят вот моментально в этот же день человек будет уволен да и вот эти советы тем кто принял решение пошел в бизнес как работать с людьми как работать с партнерами какие-то твои не знаю правила оксана лаврентия я считаю что есть только одно правило вот например вот только сейчас был обсуждение что все хотят быть как цукерберг что вот сейчас очень модно быть таким вот невзрачным тихим в одной футболке миллиардером и мне кажется это полный абсурд пока ты пытаешься быть цукербергом ты никогда не станешь собой ты все время будешь подобием причем очень жалким цукерберга и мне кажется самое важное что должен сделать любой человек должен определить кто он там я не знаю я там осина я дуб я куст крыжовника и попытаться стать самым лучшим кустом крыжовника это гораздо лучше чем пытаться быть хорошим дубом или средней осиной и я считаю что самое важное потому что вот этих людей которые говорят как надо их просто миллионы и они не знают как надо именно тебе если бы я слушала всех людей меня никогда бы ничего не получилось мало того когда мне не все говорили так как ты не делает никто у тебя ничего не получится я не знаю каким образом мне удалось дожать то что я считала правильным и сделать так как я считала правильным вопреки всем этим словам я нанимаю людей которые как бы замещают те качества в которых у меня провалы но свои сильные качества я использую по полной программе все если вы хотите задать мне еще какие-нибудь вопросы и вам что-то непонятно приходите на атланты друзья я уверен что во время прослушивания этого интервью вас всех рвануло как следует вы не согласны вы хотите сказать это в лицо есть возможность прийти на атланты искать это все не так и разбомбить оксану по полной программе если конечно вас для этого достаточно хватит силы воли а